В эфире телеканала Самара Гиз при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте! Серпом по молоту. Есть такие нехорошие истории, что тянутся годами практически без перспективы на хэппи-энд, если однажды у чуда в них не случится коренной перелом. Звезды зажигаются, если это кому-нибудь нужно. И лично я надеюсь, что на этот раз уникальному памятнику советского конструктивизма, фабрике, кухне их прям повезет. Шедевр, который разрушается на глазах, еще можно спасти. Главное, чтобы эта спасательная операция была более успешной, чем предыдущие попытки. На этот раз ситуацию вмешалась в тяжелая артиллерия в лице московской прокуратуры. Силовики пытаются заставить собственника самому себе связать руки, заключить охранное обязательство на выявленный объект культурного наследия. Если перевести это требование с казенного языка на русский, то суть проблемы заключается в следующем. Здание, которое вошло во все мировые архитектурные сборники, как единственное изображение серпа и молота, и на защиту которого вставали не только отечественные специалисты, но и ЮНЕСКО до сих пор не имеет официального статуса памятника. Такой вот парадокс, который главный архитектор Самары Виталий Стадников иначе как трагически не называет. По этой причине, что Министерство культуры 19 лет ее не может включить в списки памятников, владельцы объекта ничего никому не должны. В связи с этим здание стоит, разваливается. Если брать наше культурное наследие самарское, то тут есть большинство памятников, которыми мы гордимся. Это все-таки на фоне общероссийском, ну, скажем так, аналоги найдутся везде. Что касается фабрики кухни, то это уникальный объект, который можно назвать, на мой взгляд, личным памятником мирового уровня. Фабрику кухню построили в Самаре в начале 30-х. В те годы было чрезвычайно модно создавать масштабное архитектурное воплощение символов страны-советов. Так, в Москве появился театр советской армии в форме звезды, а в Ленинграде школа имени десятилетия Октябрьской революции, которая, правда, лишь отдаленно напоминает серп и молот. Буквально символ солидарности угнетенного класса удалось воплотить лишь футуристке Екатерине Максимовой. Ее самарская фабрика кухни завода имени Масникова имела идеальную технологическую схему. Из молоток кухни по трем конвейерам пища поставлялась в столовые, расположенные в серпе. Мощность – 9 тысяч обедов в сутки. Поставленный на поток кулинарный процесс призван был навсегда освободить советских женщин от примусов и закопченных кухонь и прочих атрибутов домашнего рабства, чтобы навеки приковать их к более благородной цели – строительству мирового коммунизма. Это был короткий, но великий исторический стиль. Стиль, смысл которого было конструировать, как тогда говорили, новое общество. Это был стиль, пролетарский стиль. Стиль кожи и костей, так они называли. Потому что он был лишен деталей, они отрицали буржуазную роскошь показную. Но в век победившего буржуазного фастфуда у здания советского общепита оказалось мало шансов на выживание. После цепочки перепродаж советский шедевр оказался в собственности московской холдинговой компании «Кловер Групп», которая в 2008 году задумала грандиозную стройку капитализма – отели, развлекательного центра, галереи бутиков и паркинга. Общественность возмутилась, движение в защиту памятника возглавил тогда Виталий Стадников, нынешний главный архитектор города. И уничтожение фабрики кухни, которую бизнесмены называли красивым словом «реконструкция», удалось предотвратить. Городские власти всячески пытаются повлиять на судьбу этого объекта. Они проводили переговоры с собственниками, но собственники на данный момент пока не проявляли достаточной инициативы. Ситуация с тех пор в тупике. Здание в запустении. Его владельцы не торопятся оформлять охранные обязательства, видимо рассчитывая, что когда оно само разрушится, они смогут делать не все что угодно и никаких претензий. Вмешательство московской прокуратуры спутало все карты. Надзорное ведомство направило в суд иск к нынешнему собственнику здания компании ООО «РГС управление активами». Она зарегистрирована в столице. Процесс пошел с подачи депутата Хинштейна. На сегодняшний день наша задача, конечно же, найти алгоритм, что дальше с этим зданием делать, и его каким-то образом у собственника изымать путем выкупа или обмена, потому что собственник сегодня с ним тоже сделать ничего не может. Снести он его не сможет, мы ему этого сделать не позволим. Тут есть несколько юридических моментов, которые нужно в обязательном порядке урегулировать. Это, во-первых, подписание охранных обязательств собственникам, это наложит на него конкретную ответственность с указанием сроков реставрации работ. И в случае неисполнения закон позволяет в том числе и изъять здание из собственности. «Лучше отдать его творческим союзам. Это прекрасный выставочный зал. Там очень много стекла и много глухих плоскостей. Что нужно для выставки? У нас в городе, в миллионном, просвещенном, как любят говорят, городе, нет выставочного зала». Примеров того, как советские памятники обретают вторую жизнь в России, немного, но они есть. Так еще в 2008 году в Москве появился Центр современной культуры «Гараж». Он расположился в уникальном конструктивистском здании архитектора Константина Мельникова, построенном в столице в 1927 году и задуманном как автобусный парк. Еще одна история с счастливым концом – это восстановление практически из руина московского дома коммуны архитектора Николаева. В 1929 году его построили как образцовое общежитие, где должны были проводить свои студенческие годы исключительно отличники. Реконструкцию удалось завершить буквально в три года. Не дешевое удовольствие, но и не настолько дорогое, как принято считать. Всего на 70% выше, чем цена строительства нового здания. У Самары тоже еще есть возможность сохранить свое лицо. Главное в этой войне – за памятник не пройти точку невозврата. Как, в общем-то, и с большинством памятников, здесь нужно политическое решение. О том, как зачастую невозможно сдвинуть ситуацию с мертвой точки без политического решения, демонстрирует еще одна история, о которой хочу рассказать. Место действия «Самара», «Победа-125», по разные стороны баррикад оказались ветеран Великой Отечественной войны и управляющая компания «Васка». Неравные силы. Темные костюмы, обязательно этот пиджак. Я ходила. В минувшем году ветерану войны и труда Зинаете Кудряшовой пришлось ходить уже не на парады, а обивать пороги коммунальщиков. Признается, не думала, не гадала, что последний бой и трудный самый ее ждет, когда она разменяет девятый десяток. И что смета ремонтных работ станет более желанным подарком, чем поздравительная телеграмма к 9 мая. Заделка трещин в коридоре, а вот на кухне что-то не записано. Так, демонтаж электропроводки, по люстре текла вода. Это страшно было, ужасно. Стихийное бедствие квартиры Зинаиды Георгиевны случилось в марте прошлого года. Коммунальщики так рьяно убирали зимой снег с крыши, что пробили ее насквозь. Это был настоящий вселенский потоп, вспоминает дочь ветерана. Вода текла по потолку, через люстру. Тут вообще потоп был. Вся кухня была затоплена. Вода вот так в коридор вытекала. Мы затопили до третьего этажа. Тут все в тазах было. Здесь у нас висел ковер. Вот потеки вот тут даже видно. Ковер был мокрый от того, что тут очень сильно текла вода. И это только начало коммунального трэша. Между сотрудниками ВАСКа и семьей ветерана началась игра в прятки. Пока весь снег не сошел, все было в нашей квартире. Я не помню уже сколько раз я в домоправление обращалась с просьбой как-то прекратить это все. Крышу нам восстановили только ближе к сентябрю. То есть вот с марта была вот эта картина. Ближе к сентябрю, после моих неоднократных обращений, все-таки нам заделали дыру. То есть у нас перестало течь. А по поводу ремонта нам уже отказали. Сказали, что управляющая компания не выделяет деньги, что правила поменялись, что денег нет, что работников нет. В общем, идите куда хотите. Круг коммунального ада замкнулся. Отчаявшийся ветеран решилась на один звонок мэру. В этом году я решила, обращусь я к мэру города Самару Казарову. Он мне обязательно поможет. Со слезами, по телефону. Все рассказала, как все произошло и что год уже длится. Вы успокойтесь, постараемся вам помочь. Через несколько дней работает комиссия. Дочку вызывает по адресу. Комиссия решает срочно сделать ремонт. На мой взгляд, вина управляющей компании здесь налицо. Если нужно вмешаться, заактировать это, значит, делать. Буквально на этой неделе, чтобы появились там специалисты, администрации районные, управляющие компании, и спланировали работы. То есть, наконец-то зашевелились, да? Они зашевелились, он их хорошо пошевелил. Внезапно пришедшие в чувства сотрудники ВАСКа заверили, что за месяц управится. Правда, по словам дочери, ветераны обещали завести материалы уже на неделе. Ну и Татьяну, и нашу съемочную группу ждало разочарование. Строители так и не появились. Ну почему-то вот получилось так, мы вчера с ним говорили. У меня приехало телевидение домой. Хорошо, кому мне обратиться, чтобы я узнала сроки. Когда вы заедете? А? Началось. Размечтались. Директор ВАСКа Игорь Кузнецов объяснил задержку простым недоразумением. Вы можете нам пообещать, что 4-го числа начнется ремонт? Да, да, 4-го числа ремонт начнется. Вы контролируете этот процесс, так я так понимаю. Раз уж это дело такое стало таким нашумевшим. Ну какое это обыкновенное дело, какое оно не нашумевшее. Квартиру отремонтируют. Ну я же просил не снимать. А жаль, к директору ВАСКа и у меня, и у жителей накопилось немало вопросов. Ну во-первых, почему его компания так долго тянула с ремонтом, пока ветеран до мэра не дошла? А во-вторых, знает ли Игорь Алексеевич о том, что тот самый злосчастный дом на Победе, хоть и не признан аварийным, но по словам его жителей, давно на ладан дышит? Вот такая трещина. Это идет по всему дому, с первого этажа. И она расширяется. У соседей ситуация не лучше. Вот щель идет, вот популу, вот идет, вот все, я уже замазывала-замазывала, вот она идет, вот. И здесь вот все отходит, вот эта стена вся отходит, вот. Все отходит, стена. Сколько проживем? Не знаю сутки, не знаю еще 30 лет. Кто знает, что с ней будет. Вот она, вот щель. А в подъезде, так и вовсе беда. Вот поверх, смотрите, что. Все отходит, все сыпется сюда, весь керамзит. И вот она пошла вот сюда вот. Я уж тут запенил, сколько у меня хватило, и все равно отошло, чтобы... Здесь-то было потепление немножко, потому что насквозь все дует. Весьма убедительные кадры. Эту хрущевку, построенную в 60-е, говорят люди, ни разу капитально не ремонтировали. Похоже, не собираются этого делать и управляющая компания. Ее сотрудники, по словам жильцов, появляются только, чтобы проверить так называемые маячки. Они, как видите, тоже треснули. 27-го, 9-го, прям они вот написали, как доставили. И вот уже трещина такая. Так что зря вы, Игорь Алексеевич, отказались от беседы. Я ведь все равно от этого дома на победе не отстану. А то вот так же протянете, как с квартирой ветерана, и дом впрямь станет аварийным. Кстати, о том, как идет ремонт у Зинаида Георгиевны Кудряшовой, я расскажу через месяц. Коммунальщики ведь обещали уложиться в срок. Я, конечно, не сомневаюсь, что все именно так и будет, но обязательно проверю. Работа такая. На этом я с вами прощаюсь. Удачи, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин